друзья все пассажиры уже уселиться и самолет выходит на взлетно-посадочную полосу сейчас я вам покажу как же у нас будет происходить в этом самолете еще раз напоминаю это боинт 737 800 джин рейшин алиакомпании sky up это одни из самых молодых самолетов в украине которые летают на чартерных рейсах но именно данный рейс это регулярный рейс у авиакомпании sky up но самолет конечно комфортно то есть некий дискомфорт в плане того что вот на прошлом самолете я летел значит там были сеты было сеточка где можно положить там какие-то вещи там планшет телефон что угодно в общем это удобно было тут этой сеточки нету это вот для меня как бы не совсем комфортно и пассажиров вот с сидушками сидушками тоже сидушки чуть-чуть другие вот я не могу искать комфортнее или не комфортнее но другие опять попозже я вам все это покажу все размеры расстояние между креслами полностью характеристики спешки чтобы вам было понятно как это выглядит и куда девать ноги чтобы все понимали какие будут ощущения мы сможем уже понять конечно же когда прилетим непосредственно уже в объединенные арабские эмираты ну что единиц доволен где мы летим а почему ты так тихо говоришь тебя же не слышно ты же так хотел этого чего ты стесняешься почему ты так how you wanna точно для них а у у у у у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, вылет состоялся, самолет отлично взлетел, быстро набрал высоту, без какой-либо тяжести все, без требежания, без гуркотения. Да, мы сидим за двигателем, и звук от двигателя, конечно, слышен в салоне самолета, но это не тот звук, который вы можете услышать в старых самолетах. Очень комфортно, реально как бы приятно лететь, приятно взлетать. Это уже не первый полет на SkyUp, самолет с легкостью быстро набирает высоту, без каких-либо усилий. Просто чуть ли не вертикальный взлет, ребят. Дальше что? Есть нюанс. Все-таки рейс вылетел на полчаса позже, поэтому страховку, которую я оформлял от задержки рейса и от невыезда, не пригодилась. И те 15 долларов, которые мы заплатили, можно сказать, как бы не сыграли нам роль. Но тем не менее, если бы все-таки рейс был задержан, мы бы фактически смогли бы узнать, как же работает эта страховка в реальности. Потому что все наши туристы, опять-таки, кто оформлял эту страховку, и всегда самолет вылетал, условно говоря, вовремя. То есть, страховка начинает действовать после двух часов, если происходит отклонение от времени вылетка. А где туристы, которые не оформляли, и такое происходило, естественно, мы в этом ситуации тоже не можем оформлять, потому что страховка же была не оформлена. В общем, летим, набираем высоту и любуемся потрясающими видами за стеклом иллюминатора. Друзья, тут я хочу принести свои извинения за качество звука в этом видео. Потому что местами, может быть, меня было не совсем хорошо слышно, и вы очень хорошо слышали звук, который был на борту в самолете. Но, главная задача этого видео, чтобы вы получили полную картинку всего того, что происходит на борту во время взлета и самого полета. О том, как работает двигатель, слышно это в салон самолета, либо не слышно, как все происходит. Да, конечно, можно было все это убрать, наложить музыку, сделать это все красиво. Но, главная задача этого видео, друзья, чтобы вы получили самую объективную, реальную действительность, как все происходит. И могли понять, в чем отличие хороших самолетов от старых самолетов. Потому что туристы очень часто при организации своего отдыха смотрят только на вариант гостиницы. При этом они абсолютно не смотрят на то, какой будет у них самолет, который будет выполнять ихний рейс. А ведь от этого, друзья, очень часто от самолета и от самого перелета зависит все настроение во время вашего отдыха. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Treo, чтобы быть в курсе всей объективной, реальной, достоверной информации о том, как путешествовать выгодно, безопасно и только с положительными впечатлениями.